всем привет сегодня хотим поделиться впечатлением нашей новой машине на сегодняшний день проехали уже 1200 километров ну а теперь пойдем смотреть и так напомню это черри тига 4 2021 года выпуска автомобиль укомплектован полтора литровым атмосферным двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой передач и так сейчас покажем подкапутное пространство потом перейдем к багажнику а затем покажем салон итак смотрим выдвигается стоечка стоечка защелкивается на пластиковую защелку значит что касается подкапотного пространства здесь абсолютно все доступно все крышки бачков расположены очень очень близко и рядом очень удобно для того чтобы доливку делать например бачок для омывайки вот пожалуйста бачок для антифриза бачок для тормозной жидкости пожалуйста аккумулятор вот пожалуйста крышка для того чтобы задалить масло то есть абсолютно рядом и не требует дополнительных усилий чтобы туда пробраться добраться что хочу сказать защиты двигателя от завода защита двигателя идет в комплекте но хочу обратить внимание что она пластиковая так что если вы будете штурмовать какие-то бордюры то имеется и места быть какие-то повреждения поэтому сразу можете заменить ее на металлическую мы пойдемте посмотрим вместе багажник багажник открывается кнопочкой все цивильно все по европейски багажник довольно объемный нету высокого бортика для того чтобы добраться и положить что-то багажник то есть практически ровный ровный здесь у нас все съемная то есть полочку можно демонтировать снимается на легко вот она снялась что касается посидеть можно довольно таки удобно устроиться собственно говоря можно разместиться на пикник даже вдвоем хватит места для второго человека под крышей те кто любит отдыхать на природе самое то что надо также багажнике есть места для того чтобы зацепить сетку чтобы ваши покупки которые вы приобретаете рисунки держались и не падали во время передвижения а также он оснащен еще и освещение освещение включается автоматически при открытии багажника что у нас еще здесь есть у нас есть запаска докатка обращаю внимание что это здесь докатка неполноценная запаска она расположена под ковриком вот так же комплектации идет завода домкрат и буксировочный крюк запаковано вот такую вот пенопласт и дополнительно еще здесь спятан вот такой вот треугольник аварийный хорошего качества разложу покажу так собирается и еще и выдвигаются здесь такие стоечки с одной стороны и с другой стороны честно говоря довольно таки приятный бонус также для того чтобы увеличить объем багажника вы имеете возможность сложить задние сиденья в пропорции 60 на 40 все довольно просто складывается складывается из салона сейчас покажем как это делать ну пойдемте вот здесь вот такая есть защелочка вот она разрабатывает очень легко и опускается ваша сидушка ну естественно предварительно нужно сложить подголовник чтобы у вас имел возможность сложить сиденье сейчас покажу вам насколько здесь комфортно сидеть заднему пассажиру и так при моем росте 176 довольно таки себя комфортно чувствуют то есть вот пожалуйста здесь еще 20 сантиметров до переднего сиденья также оборудован автомобиль подлокотником для пассажиров то есть можно либо три пассажира либо два нас подлокотниками под таками что касается заднего ряда здесь также имеется кармашки 1 2 для каких-то мелочей и кармашки в сиденье очень удобно для сравнения показываю как насколько комфортно пассажиру заднего ряда при полностью отодвинутом сиденье водителя то есть при моем росте что также остается пространство между коленями и сиденье что касается переднего ряда автомобиль оснащен удобным подлокотником которым есть довольно таки вместительные отсек для мелочей также есть место для двух стаканов подстаканники которые с фиксаторами пружинными также производитель не забыл месте для хранения ключа и телефона что касается перчаточного ящика то он тоже довольно вместительный значит у нас вместилось сюда несколько тряпочек аптечка такая вот большая пачка салфеток и прочая ерунда сиденье водителя регулируется в трех плоскостях сиденье пассажира регулируется в двух плоскостях также сиденье переднего ряда оборудованы подогревом подогрев сиденье включается нажатием кнопочки хочу обратить внимание что подогрев сиденье будет срабатывать и нагревать сидушку только при наличии на нем пассажира руль регулируется только по высоте по вылету он не регулируется поэтому учитывайте это при выборе автомобиля комплектации комфорт плюс автомобиль оснащен 9 дюймовой мультимедийной системой данная мультимедийная система управляется с помощью сенсора также к ним есть возможность подключить телефон телефон подключается двумя способами с помощью юсби а также с помощью bluetooth но об этом мы расскажем в следующем видео обдув можно регулировать двумя способами первый способ это аналоговый второй способ это с помощью мультимедийной системы которая выводит режимы на экран то есть вы можете регулировать температуру обдува скорость обдува но и направление обдува то есть пожалуйста вы выбираете нужный вам режим также можно включить или выключить с помощью мультимедийной системы кондиционер все кнопочки они задублированы то есть пожалуйста мультимедийная система полностью дублирована с аналоговыми кнопочками также хочу отметить что обогрев зеркал который есть в этом автомобиле включается нажатием кнопочки обогрев заднего стекла здесь очень удобный руль первое впечатление о нем он очень мягкий очень такой приятный на ощупь за вами мультируль значит здесь есть функция подогрева руля очень удобно в зимнее время функции голосовой набор также функции ответить и положить трубку в регулировка громкости переключения и между радио и флешкой например если подключена флешка или телефон следующий трек или следующая станция мечу что на руле есть функция круиз-контроль то есть прямо непосредственно с руля можно включать и настраивать скорость передвижения на круиз-контроле бортовой компьютер расположен очень удобно и мне как водителю комфортно с ним ездить он не отвлекает и очень информативный переключается вот этой кнопочкой какие здесь есть указатели первое это расстояние до заправки и показывает средний расход топлива на 100 километров также можно переключить здесь и покажет давление в шинах также показывает время язык можно настроить предупреждения какие были также показывает расстояние от последней заправки и то есть это суточный и ваш текущий расход в общем первое впечатление от автомобиля очень приятное проезд в 16 лет на вас 21099 пересев на этот автомобиль уже тысячу километров наслаждаюсь дорогой наслаждаюсь его эксплуатации и просто доволен просто счастлив что сделал правильный выбор автомобиль стоит своих денег и для езды по городу и не только по городу идеальный вариант по ходу эксплуатации будем записывать новые видео поэтому подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии задавайте вопросы будем на них отвечать до встречи